Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного кабинета Facebook в Google таблицы. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему Facebook. Теперь необходимо указать действие. Загрузить лиды. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем продолжить. На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу и формы. Я рекомендую подключать все текущие и новые формы автоматически. Если вы хотите производить выгрузку из конкретных форм лидогенерации, в выпадающем списке необходимо выбрать нет настроить формы индивидуально. Далее отмечаете все необходимые формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы видите данные по одному из лидов. Если у вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных Google таблицы. В качестве системы приема данных выбираем систему Google Sheets. Действие выбираем добавить строчку. На этом этапе вам также необходимо подключить аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем продолжить. Теперь необходимо выбрать файл и лист Google таблицы, на которые вы будете передавать данные из Facebook. После выбора у вас отобразятся колонки Google таблицы. Если вы ранее в таблице давали им название, то эти названия подтянутся в скобках напротив каждой из них. Для того, чтобы назначить переменную из Facebook в колонку Google таблицы, необходимо кликнуть в нее и выбрать из выпадающего списка. После того, как все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем продолжить. На этом этапе вы видите тестовые данные, которые будут передаваться в Google таблице. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем отправить тестовые данные в Google Sheets. После чего переходим в Google таблицу и проверяем результат. Если у вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 10 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...